Всем привет! Сегодня я хочу коснуться еще раз темы антисемитизма в Азербайджане и поставить точку на этой теме, больше не касаться, потому что она просто такая узкопрофильная, мало кого интересует, а я ее касаюсь даже не потому, что я говорил о армянах, о Армении, а просто потому, что меня такие исторические, какие-то этнографические темы интересуют, и поэтому я часто на них немного зацикливаюсь, а для большинства подписчиков это, наверное, не очень интересно. Я просто человек с таким уклоном, вот и все они, потому что я хочу что-то кому-то доказать, кого-то в чем-то переубедить, дело даже не в этом, а просто я сам люблю, так сказать, на эти темы порассуждать, поразглагольствовать, побеседовать, поэтому вот бывает такое, что много раз возвращаюсь к одной и той же теме, ну с какими-то добавлениями, поэтому, так сказать, не судите строго. Итак, начнем. Если вы помните, я месяц назад записывал уже видео на тему антисемитизма в Азербайджане, или, вернее, отношения к евреям в Азербайджане, я сказал и сейчас повторюсь, что на данный момент отношения к евреям в Азербайджане очень хорошие, либо нейтральные, либо хорошие, но, естественно, все то время, пока они полностью, так сказать, поддерживают политику режима Ильхама Алиева, пока они полностью солидаризируются с политикой Азербайджана, и полностью, так сказать, высказывают лояльность. Просто, чтобы я хотел добавить, тут еще такой момент есть, что часто азербайджанские официальные лица заявляют, что в Азербайджане антисемитизма не было, ну просто никогда. Ну, они, в общем-то, правы. В государстве Азербайджан, которое существует вот уже 30 лет, почти 30 лет, антисемитизма действительно не было никогда, это верно. Но, если мы будем говорить о более таких этапах ранних, то антисемитизм и дискриминация евреев, конечно же, присутствовала и в очень такой немалой степени. Вот я сейчас вам, собственно говоря, поэтому я решил записать это видео. Я в прошлом видео вам цитировал книгу просто по памяти. Одну минуточку, это мы дело закрываем. Цитировал я книгу Якова Михайловича Агарунова, которая называется «Большая судьба маленького народа», где он рассказывает в том числе о своем детстве, о своей молодости. И это все происходило в городе Куба, вернее, в его пригороде Красная Слобода. Вот эта книга. А сам Яков Михайлович Агарунов был большим партийным деятелем в Азербайджане, а потом и в Куйбышеве, то есть в Самаре. То есть это был человек один из самых таких известных горских евреев. Он еще, кстати, и коином был. То есть из такого, ну, сословия привилегированного в еврейской среде, то есть сословия священников. Но это так. Кстати, так, теперь я открою вот нужную страницу. И давайте-ка посмотрим, что он там пишет о своем детстве. Это будет интересно. Сейчас вот я найду эту страницу. И посмотрим, что он там пишет о своем детстве в Красной Слободе, то есть в пригороде города Куба, и как к ним относились местные жители, которые были в основном мусульмане, то ли лесгины, то ли азербайджанцы, то есть кавказские татары в то время они назывались. Вот сейчас мы посмотрим, что он пишет про это дело. То есть Яков Михайлович Агарунов никаким проармянским быть не мог. Он писал просто свои воспоминания ни для кого, то есть чисто для себя больше. Поэтому ни в чем его обвинить нельзя, что он имел какие-то там сентименты к той или иной национальности и как-то вот писал для кого-либо. Он писал для себя. Эта книжка малоизвестна. Никому она, в общем-то, никого она не интересует. И поэтому тут все должно быть очень объективно. Так, смотрим, что он пишет. Вот, читаем. Вот, читаем. Вот что представляла Слобода накануне социалистической революции. Это было гетто или почти гетто. Здесь жили люди только одной верой обособленно. Да, их к этому принуждали. Они могли проживать только в черте оседлости. Ну, последнее предложение, допустим, оно не совсем верное. Идем дальше. Многие относились к его жителям как к неполноценным, неприкасаемым. Жизнь была беспросветной, адской. Люди находились в темноте и невежестве, под тяжелой властью и гнетом религии, в условиях национальной ненависти, частых погромов. Дело доходило до того, что не только дети, но и подростки, женщины не могли беспрепятственно подниматься в Гарла, в город Кубу, без защиты старших. Словами унижали их достоинства и подвергали избиениям. Я только хочу задать вопрос, кто это делал? Кто жил в городе Гарла? И кто подвергал унижениям словесным, а то и телесным, жителей еврейской слободы? Ну, вот и сами подумайте. Кто жил в городе Гарла? Кто жил в самой Кубе? То есть, в той части, которая была огорожена и называлась Гала, то есть, в той части, которая являлась самим городом, а не пригородом, там, естественно, жили мусульмане. И поэтому к евреям было отношение соответствующее, потому что евреи в тех краях считались наджасом, то есть нечистыми, особенно среди шиитов. Среди шиитов, может, чуть меньше, но но не намного. Все равно они считались, так сказать, людьми, которые которые всячески нужно гнобить, потому что это не мусульмане, это димми, это, так сказать, люди более низкого статуса, чем мусульмане, конечно же. Так, смотрим дальше. Это первый пример. А вот я еще хотел один пример привести. Сейчас найдем. Тут много чего тут есть. Про его детство, про его юность, как он становится комсомольцем. Это все, оно интересно, но это не самое важное. Вот сейчас нахожу и будем на этом заканчивать. Так, так. Так, 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 так. Идем дальше. Вот. Вот. Идем сюда. Так, это касается религии. Это касается религии. Так. Вот. Отпор антисемитизму. Читаем. С первых дней существования у нас комсомола мы приняли все возможные тогда меры к тому, чтобы между гражданами двух частей города, Галой и Слободой, которые разделяют бурное летом река, вопреки прошлому, на деле установилось национальный мир и братство, чтобы была ликвидирована национальная расовая ненависть, даже следы этой ненависти. Одним из проявлений национальной ненависти, прозви и вражды была драка между молодежью города и Слободы. Она, эта драка, называлась Гушу-Гушу. Городская молодежь во главе с ДСД Баши, то есть главарем, собиралась на своем правом берегу реки Гудеал-Чая, а слободская молодежь на своем берегу. Черина реки составляла тогда 200-300 метров. Через эту реку два враждующих лагеря неистово кидали в друг друга камни. В этих драках немало было пострадавших из той и с другой стороны. В ходе драки взаимная ненависть еще больше возрастала, и азарт доходил до высшей точки. Помню в очередной раз ДСД Баши слободской молодежи Сиун Мататио, то есть Сиун Матитя, это вполне себе такое очень красивое еврейское имя, а он был хорошим стрелком, как и положено его по званию, умелой рукой запустил камень и угодил прямо по голове ДСД Баши городской молодежи, то есть лидеру мусульман. В то время, как в лагере побежденных начался переполох, в лагере победителей крики восхищения и ура сменились унынием. Оказалось, что ДСД Баши городской молодежи на этот раз был не простой смертный, а сын очень влиятельного крупного купца Шейх Гасана. Еще больше растерянности охватило граждан слободы, даже ее верхушку, которая опасалась, что этот обычный, уже привычный эпизод на сей раз может послужить поводом для серьезных, нежелательных осложнений. Верхушка слободы из нескольких влиятельных купцов с главным раввином во главе пошли на поклон к Шейх Гасану и вымолили у него, не зная какой ценой прощения. Так, ну все, пожалуй. Вот я эти два примера привожу просто для того, чтобы было понятно, что все эти разговоры о том, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, они, мягко говоря, неверные. Антисемитизм был еще какой? Вот я привел несколько цитат из воспоминаний Якова Агарунова. Он абсолютно ангажированным не был, ни на чьей стороне он не был. Писал воспоминания в основном для себя в стол. И поэтому то, что он писал, это абсолютно, так сказать, можно этому доверять. Ни на чью сторону он не склонялся, скорее он был даже на стороне Азербайджана. Потому что он там и умер в Баку в 92-м году. Вот и все, пожалуй. Буду рада услышать отзывы. На этой теме я ставлю точку. Она, я думаю, большинству подписчиков неинтересна. Я просто имею такой интерес к истории, кинографии, к религиям разным, поэтому я об этом часто и говорю. Но не всем это интересно. Поэтому ставлю на этой теме жирную точку. Всем хорошего времени и суток. Пока.